Вашу жизнь, Анна, как вы считаете? Я думаю, вряд ли, честно говоря. Почему? Понимаете, я, как я уже, наверное, пытался несколько раз сказать, человек целеустремлённый. Только одна цель. Всё ради цели. Какая? Пожалуйста. Бессмертие. Бессмертие? И что может помешать вашему бессмертию? Ничего не может помочь. Послушайте, так это ведь у вас со здоровьем проблема. Анька-то здоровая. Дмитрий, маленький мальчик, который боится смерти. Понимаете? Вот и всё. И я так понимаю, что у вас секс был только два раза в жизни, когда зачинали детей. Ну, это было часто, а семя идеально использовать только для зачатия. И я была девушкой юной. И вы знакомитесь, опять же, со взрослым мужчиной, которому уже было 57 лет. Я не рассчитывала на серьёзные отношения, потому что я личность такая, знаете, меркантильная относительно. И посчитала нужным использовать случай и хватать удачу за хвост. И вы летите в Нью-Йорк. Как там проводили время? Время провели очень замечательно. Он просыхал? Нет. Она вещь спортивная такая, понимаешь? У неё грудь такая, знаешь, ну, как бы... Вы-вы-вы-вы, вытирает, вытирает. Вы всего три года в Москве, да? Вы немножко опоздали. Сегодня в тренде другой тип женщин, на которых женятся и которых берут с собой. Сопляжуйки, которые такие говорят, что я такая, я жду трамвая. Винишко махнули, бабули сказали, пивка заказали, поехали с нами. Встречайте, жениха. Я посвящаю тебе в богине Олимпа, теперь ты истинная Афродита. Нет, ты дочь Афродиты. Дочь Афродиты Ярослава. Рус, иди-ка, сгоняй быстро. Я посвящаю вас в богине Олимпа, теперь вы истинная дочь Афродиты. А поцелуй. Боже, 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 боже. Мы идем сюда. Так, и делайте руки. На руки меня. На руки. Раз, два, три. Денежки. Денежки. Ну и что? Вы столько стоите, что ли? Ну, столько стоит приватный танец. Вот это был такой стриптиз для кочегарки. Написано на груди, я твой наркотик. Вообще татуировки практически все говорят о человеке, носящем их. Да, это правда. Я просто представляю, лет через 20 у вас она будет все опускаться, это твой наркотик ниже, ниже, ниже. И потом, когда уже будет на уровне живота. Ну, я думаю, что моя грудь, наверное, будет плохо в 70 лет и без татуировки смотреться, поэтому ничего страшного. А сколько вашей дочери лет? 35. 35, да. У вас есть ваша собственная личная жизнь? Нет. Нет? А вы когда перестанете участвовать так вот, Рьяна, в судьбе вашей дочери? Она уже большая девочка. Я как ангел-хранитель. Дашечка, дорогая моя девочка. И уже тетя, какая девочка-то. Скажите, и что же... Нет, Лариса всегда 18. Вот, был такой это, дед у меня, его спрашивают, Агеч, сколько тебе лет? А он, как выпью, говорит, так 18. Оля, можно с Дашей я немножко поговорю? Спасибо. Даш? Ему всегда, он до 110 прожил. Царство ему небесное. Маши мать, я вам пока пирожки. Детка, да не до пирожков, даже при нашем диком аппетите. Давайте сначала про любовь. Даше нужно прямо сегодня, после программы, снять хотя бы угол в коммуналке, даже не комнату. Да почему-то и нас снимать? Ну, почему снимать? Потому что... А почему все ребят нищие такие? Что снимать-то? Ребята для того, чтобы жить с ребятами? А, чтобы ребят для того, чтобы их привезти, да? Ну, хотя бы для того, чтобы привезти, да? Вам, кстати, какой нужен, чтобы жилье было у него? Идеальный мужчина-то какой ваш? Это унизительно, если у парня нет жилья. Игорешка, а у вас квартира-то есть? Вот у нас свекровая, тещенька. Да, я прослушаю. Там без квартиры даже вот нерассматриваемая. У вас она есть? Нет, я живу на съемной квартире. Лет в 15 я ушел из дома. И с тех пор живу один. Ну что, мама, есть вопросы? Посмотрите, вот здесь ситуация. Посмотрите, у Дарьи 35 лет. Да. С мамой. Мама не дает шевельнуться. Вы понимаете, что мама будет присутствовать? Да, ну присутствовать. Зачем? Парень, смотри, симпатичнее будет присутствовать. Зачем присутствовать? Просто жить будет. Да? Я вижу, что у нас нормальный... Нет, Дарьиу сразу. Да? От мамы долой, конечно. Я из Германии пришел. Да, вы к нам из Германии пришел. Нами прилетали. А муж обоих убил топором. А после пошел за пивом. А после пошел за пивом. Если вы хотите, чтобы у вас в доме появился мужчина, то трусы нужно забросить и сказать определенное заклинание. Давай. Трусы на люстру. Мужчину в дом. Что может быть еще страшнее, чем то, что мы услышали? О-о-о-о. Тоже трусы. Тоже трусы. Что это с девушками? Не знаю, поясните, пожалуйста, Наталья. В нашей программе сегодня фигурируют трусы. Так вот, что я хочу сказать. Я их вообще не ношу. О-паньки. Значит, вам ребеночка надуло. Трусы на люстру, мужи в дом. Ес! Ну, вообще, Александр, вы улыбнитесь. Вам надо расслабиться. Все хорошо. Все хорошего-то. Все хорошо. У вас какое-то ощущение, что это последний шанс в моей жизни. Мне достаточно. Нет, нет, но вы просто... Гораздо больше, чем вы думаете. 1096 человек. Вы слегка агрессивно настроены. Я агрессивно. Слегка агрессивно настроен. У меня просто характер такой. Вы вот сидите вот так вот, смотрите, как бык какой-то, и только комментируете каким-то вот некрасивым сарказмом, какие-то тупые шутки малолетские. Ну вот прям недостойно. С вами сегодня не выйдет никто. Как-то вам не удалось произвести впечатление. Еще не удалось. Кому больше повезет. Опа! Поддержки не получилось. Ну что, я решил остановиться здесь. Я не знаю, подруга оценит твой выбор или нет. Ну, тебе решать. Александр, я с вами сейчас не выйду. Вы не обижаетесь. А я все это не обижаюсь. К сожалению, у нас за столом не получилось контакта, и ты все-таки не смог расслабиться, и меня это слегка напрягло. Перейдьте к Трэвису, и быстренько ваша там квартирка-то уйдет. Без вас-то. Ну, все возможно. Но это не квартира, это комната в общежитии. Человек, который не очень хорошо владеет иностранным языком, а русский для Трэвиса иностранный, это не значит, что он автоматом дурак. Он просто не знает русских. Ну пусть они попробуют пообщаться. Может, у них, кстати, очень хорошо получится. Язык лыка не... Привет, меня зовут Лера. У меня грудь четвертого размера. Со мной ты точно сэкономишь на носочках. Спасибо. Привет, когда меня пародируют. Лера, слово не дают вообще. Где демократия-то, я не понимаю. А как вы меня спародировали? Покажите. Хорошо спародировала. Собственно, как найти мужа? Найти мужа искусство. Вот такое. Это профессия. Это вы так розы спародировали? У меня шпакатная фантазия все-таки. Ой, вы без комплексов. Я вообще без комплексов. Я в детстве такая. А почему? А вы из какой семьи? Вообще, ну вот у меня мама строго довольно-таки, вот. Ну, мама меня воспитывала строго. Ну, вот как-то так получилось. Вот я вот такая родилась изначально. Я вот с самого детства, то есть, ну, хоть мне там объясняли, что хорошо, что плохо, что, ну, грубо говоря, там, можно делать, что нельзя делать. Я, конечно, все это понимала, конечно, все как бы, ну, в рамках, ну, приличия, ну, какие-то вещи, то есть, скажем, ну, безбашенные, как бы, да, то есть, о, вот и привалок в школе. Они интересовались у мамы? Долго не нужно ничего уже. Ты уже все планы. Понимаете? Я бы уже репертуарную книжку здесь сразу бы в голове бы показала. Проверила бы текст в это время. А я все время бы изображала, говорю, да, да, ага. Так, завтра надо Верке не забыть позвонить. Зачем взять с собой тупик? Ага, дорогой, конечно. Ужас, зачем? Это как с утра на завтрак торт. Очень сложно. Вот если семичасовой оргазм, а после его пастирушка, она еще погладить нужно, и у детей проверить уроки. Ты не то, что ты после пятиминутного на дрожащих ногах уже там ничего, у тебя все из рук валька, а семичасового. А Лариса, тут что-то нужно говорить с одной единственной поправкой. Он говорит про свое состояние, а не про женщину. Это у него три часа. Нет, я говорю чисто про женщину. Про женщину? Я думаю, он про себя говорит. То есть точно не до пастирушки. А ты смотри, как всех зацепило. Да. Или жир? Ну, вы подругаете? Какой-то жир. Ну, это. А можно я, надо же поправить? А можно я, надо же поправить? Ну, вот. Вот так всегда. Там вообще камень. Ну, ладно, ну что вы начинаете? А это каменное сердце. Там, наверное, вот так вот. Да, да, я думаю, что зелена. Зелена. Скажите, а вот что любите из девчачьего? Да все люблю. Вот сейчас с меня сняли серьги, сняли браслеты, потому что они болтаются. Вот понимаете. Ну, вот это платье мое. Не подумайте, что сняла с плеча подруги. Скажу больше. В спортивном вообще не хожу. Если бы на работе можно было работать в юбках и в платьях, я бы это делал. А вот, Даша, как народ реагирует? Вот вы идете, допустим. А вы как отреагировали? Я думала, что... Вы уж не опросите. Я думала, что мужчина пришел. Ну, правда. Мне по-честному, правда. Вот, ну, из-за... Не, ну, я бы вот так вот развернулась бы и пошла бы за вами. Так, Лана, чтобы у моей дочери был взрослый мужчина. А зачем ей нужен щенок, у которого будет глаз жадный по сторонам? Ларис, ну не сразнится 20 лет, Ларис. Ну, что, и пусть и в 20 неплохо. А если у него пипирка работать уже не будет? Чего, а что же, не мается, что ли, теперь? Лучше с молодым, что, мы обеспечим. Ларис, ну чего? Чего наших девчонок... А у молодых работает, как ты говоришь, пипирка на стороне тоже очень неплохо. Да ладно, зато работает, Лариса. Мы-то знаем, беда-беда. Мясо берите там, да идите, надкусите еще. А можно мясо оставить обрату и другу? Я после пяти не ем, чтобы не корни фигуру. А он еще и не ест, к тому же. Да, после пяти часов. Очень трудно развестись. Очень трудно. А в России, может быть, семь браков. И это тоже плохо, кстати. А что плохо-то? Они вообще, это, как говорится, блуд легализовали. У них у вас такой сепарата есть. Это типа кого-то, договорились, говорит, муж с женой. Говорит, слушай, надоел ты мне, давай сепараты. Он, значит, себе там другую ищет. Отдельно себе сепарат. А она, это да. Отдельно себе сепарат. Те, говорится, новые надоели, приезжают обратно. Говорит, ну чего, сепарата не будем, не будем. Что? Да. Да, да. Йо, я не понял, что-то. Во, жестко как. Ты мне сказала, что мы просто идем потусить. А вы кто? Я друг ее. Вдруг. Я художник. Ты что, не знаешь, что ли, что я люблю тебя уже давно? Ну, практически поверили. Так. Так, знаете что? В таком случае я Сергея вызываю. Прямо сейчас. На спортивный поединок. Это дуэль будет. И давай посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь, десять, одиннадцать, шесть, 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 шесть. А смотрите, а Сергей-то на одной ноге еще отжимается. Боже, у боже. Должен будет муж ваш заплатить родителям выкуп? Вот как рассказывал, о чем рассказал Андрей. И сколько главное? Да, нужно будет заплатить. И это как выкуп, семьсот по-тайски называется. Пять миллионов, говорит. Пять миллионов, копей деньги.